Приветствую вас, Настя. Вообще, вы знаете, вот начать отвечать вам на вопрос можно с обращением внимания вашего на то, как вы позиционируете себя, как вы позиционируете, к примеру, ну, свое имя, допустим. То есть, вы написали нации, а не написали, например, анастасии, то есть, есть ощущение, что вы себя всерьез не воспринимаете. Вот. Ну, соответственно, это то, на что вам нужно обратить внимание, в первую очередь, это то, что вы не воспринимаете себя всерьез. Возможно, не воспринимаете себя всерьез. Возможно. Я не говорю, что это наверняка, вот, не говорю, что это так, прямо на сто процентов. Но, тем не менее, тем не менее. Момент здесь именно такой. Ответ на ваш вопрос скроется в том, что вы хотите, чтобы нас приняли, приняли. Вот. Вот. Как это не парадоксально звучит, да? Но ответ, он кроется именно в этом. Именно в этом кроется ответ. В том, что вы хотите, чтобы вас приняли. То есть, иными словами, вам не хватает принятия. Вам не хватает принятия себя. То есть, своего, ну, своего собственного собственного принятия вам не хватает. И на мой взгляд, то, что вы себя не принимаете такой, какая вы есть, и то, что вы стыдитесь себя, например, то, что вы обесцениваете себя, например. Это является ключом. Ключом к пониманию вашей проблемы. То, что вы себя не принимаете. То есть, вы стыдитесь. То, что вы, вот, грубо говоря, считаете, что, вот, вы какая-то не такая только потому, что у вас была, ну, не совсем обеспечена, скажем так, семья. То есть, у вас некое такое, я бы сказал, акцентрированное восприятие денег. То есть, деньги для вас имеют, вот, ну, я, конечно, не скажу, что деньги для вас имеют первостепенное значение. Это было бы, это было бы, наверное, неправильно, так сказать. Но, то есть, вот, деньги вас волнуют, да, это, конечно, очень важный момент. Вот. Такая вот история, мне кажется. Кажется, у вас здесь. Значит, дальше вас задевает, как-то отношение наших, ну, ваших родных. Вас как-то надевает, вы чувствуете себя хуже от этого. И нужно понять, почему. Нужно понять, чем вас это задевает, как вы себя чувствуете, как вы себя воспринимаете, вот. Что меняется? Что меняется в вашем восприятии себя? Вот, когда родные, так вам опасно. Как вам относится ваш муж? И, соответственно, как он реагирует на всю эту ситуацию, которая происходит? Нет. Вот вы пишите, что наши родственники и мужи имеют много достижений в карьере, связи средств, разбираются многие искусства, хорошо следят за собой, гражданами, я на сегодняшний день без работы, я дома хозяйка с особым ребенком. То есть вы этого следите, вы этого не принимаете, не принимаете. Это, наверное, принять им мешают различные мысли, различные ложные установки, которые выступают в противоречии всем, что вы хотите. Вот. Ну, или не сформированный ценностный аппарат. Иногда мне кажется, что они то ли не важны от меня, то ли считают, что я не достойных обществ. Да, возможно. Возможно, это так. Я очень хочу, чтобы они, чтобы меня приняли эти люди и относились ко мне тепло. Зачем? Вот вы понимаете, Анастасия, что эти люди, вот что эти люди должны принять, грубо говоря? Ну, вот вас, да, что они должны принять? Как вы считаете, что они могут принять? Что они могут принять в вас, да? Сейчас. Вот что они могут принять? Они видят, что вы, ну, достаточно не самостоятельно. Они видят, что вам, значит, ну, что вы достаточно не уверены в себе, да? Вот. Они видят, что вы в них нуждаются. Нуждаются, ну, просто вот нуждаются в них. Так вот, возникает вопрос, что они вас должны принять? Вот на мой взгляд, на мой взгляд, это, ну, такая достаточно важная история, я бы сказал. Потому как вы хотите, чтобы вас приняли, но при этом вы, судя по всему, не совсем принимаете себя. Вот именно такой, как такая вы есть. И хотите, чтобы это сделали за вас, ну, вот, другие люди. А другим людям это не нужно. У других людей есть свои, условно говоря, ну, свои задачи. У людей есть свои цели, у людей есть свои, значит, представления о том, какими должны быть отношения и прочее. Но очевидно, да, очевидно, что вам, именно вам чего-то не хватает. И вот мне кажется, мне кажется, что нужно поисследовать, что вам не хватает. Именно вам чего-то не хватает, чтобы чувствовать себя, значит, гармонично. Вот. Ну, а это, скорее всего, стыд. Как правило, это стыд. Вот. Вот. Как правило, это вот именно такое чувство, чувство стыда. Вот. Что, вот я бедная, что я вот не такая, как все, вот у меня особо ребенок. Вот. И так далее. Это стыд. Это стыд. Как правило. Я не говорю, что это на, ну, на сто процентов. Так, я не говорю. Ну, мне видится история такой. Сейчас, сейчас, на данный момент. И даже ваш вопрос, да, вот, даже ваш вопрос, где вы, значит, спрашиваете, где вы спрашиваете, а как на это не обращать внимания? Да, вот, как не обращать внимания на это. И даже этот вопрос, эм, звучит, как обесцениваю себя. Потому что, ну, грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря, грубо говоря, вас что-то волнует, да, грубо говоря, вас что-то беспокоит, вот. А вы это, вы это игнорируете. Вы это игнорируете и хотите продолжать это игнорировать, хотите продолжать действовать, как бы, ну, ага, ну, 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 в обход, да, в обход своим чувствам, как бы. Ну, понимаете, какая штука. И это вопрос к вам, опять же. Почему, почему вы не хотите, ааа, почему вы хотите не обращать на это внимания? Как бы, ааа, почему вы не хотите, ааа, там, например, ааа, ну, допустим, ааа, разобраться в себе, да, почему вы не хотите, ааа, поисследовать себя. То есть, у вас вопрос звучит именно так. Как не обращать на это внимания? Уже надо. Вот. При том, что вам хочется, вам хочется, чтобы вас это люди приняли. Вот. Ну, если честно, мне думается, что здесь есть и проблемы во взаимоотношениях с мужем, потому что, с его стороны, ааа, не хватает, вероятно, поддержки. Ааа, вам. Ибо, обычно, обычно, ну, супруги его поддерживают и помогают другому супругу, как-то, вот, адаптироваться, ааа, ну, вот, в ситуации. Вот. А, ваш, как бы, муж сейчас этом не делает либо делает, нооо. Недостаточно. Вот. Недостаточно для того, чтоб, ээ, вам это, ну, помогло, чтоб вам это, чтоб вам это было интересно. Чтобы вам, чтобы вам это было отвлекало, скажем так. Вот. Эээ. Поэтому я думаю, что вот такой вопрос так вам можно ответить. Именно так вам можно ответить. Значит, сейчас я посмотрю. Так, комплексую перед богатыми родственниками. Так что, неуверенно в себе. Плюс есть установки негативные, связанные с деньгами, с богатством. Я сама из скромной семьи, даже в детстве были очень бедные. Здесь оценка идёт. То есть оценка своего благосостояния, как неудовлетворительного. Вот, новые родственники с большими доходами, что он у меня очень общительный человек. Но случилось так, у некоторых близких родственников. Имунистику относится к нему и холодные камни. Правильно? Потому что они как бы считают вас из другого общества, из другой части общества, из другого слоя общества. Это нормально в данном случае. Вот. Но ещё они чувствуют, что вы себя не принимаете. Что вы стыдитесь от этого. Что вы действительно считаете себя не их. Так, где родственники имеют много достижений в карьере, связи и средств, разбираются в моде искусства и хорошо следят за собой. Ну, то есть вы это воспринимаете как, знаете, некое такое достоинство их. Это вот их достоинство. Хорошо. А какие плюсы у вас? Вот с чего вы хотите? Что бы вы могли сделать? И вы говорите, я на сегодняшний день безработная домохозяйка с особым ребёнком. Но если вы безработная домохозяйка, но у вас относительно обеспеченная семья, почему бы не заняться собой? Опять же. То есть как так вышло, что вы безработная домохозяйка? Насколько это было свободное решение? Хотя тоже имею высшее образование. Ну, вот здесь вы сравниваете себя с другими людьми. Опять же. От сравнения себя с другими желательно. Отсказываться там ещё. Ничего хорошего вам это не принесёт и не даст. Вот сравнение с другими людьми несёт только негатив. Вот. Ну, для вас. Поэтому, опять же, я так подозреваю, что связано это с тем, что ваши родные, именно вашей семье было не слишком принято обсуждать какие-то вещи. И вполне возможно, что и сами родные ваши не стыдились своего материального положения. Вот. А если это происходит, то, конечно же, это передаётся и вам. Что же это? Ну, это таксома. Ну, вот. А вот, соответственно, такой ответ вам можно дать. Дальше идём. Значит. Так. Иногда мне кажется, что они то ли не уважают, то ли считают, что они достойны их общества. Да, это правда. Мне очень хочется, что они приняли меня на сельском языке. Ну, зачем? Как вы себя чувствуете без этого? Но часто думаем, что они меня не ценят или не уважают, или смотрятся высоко. Это так. Это так. Ну, для этих людей. Эти люди, чтобы вас приняли, им нужно доказать, что вы достойны их принятия. Как вы, кстати, обращать на это внимание? Надо понять, почему вас это задевает. Ну, оно совсем. Что вас задевает? Что является болезненным? Болезненным действием для вас. Как вы себя чувствуете? То есть, разобраться ваших чувств, разобраться в ваших представлениях о себе. И это уже, уже это корректировать. И тогда, я думаю, ситуация будет нормализовываться. Основная проблема заключается в том, что вы не самореализованы. То есть, вы как бы не раскрываетесь. Вы увидите спящих людей, но вы не раскрываетесь. Вот. И по какой-то причине, факт наличия мужа у вас не повышает вашу самотенку, не повышает вашу верность в себе. Вот. То есть, я бы рассмотрел еще отношения с мужем. Там у них тоже есть явно какие-то проблемы, потому что, ну, тот факт, что муж не смог поставить вас, как пара своей семьи, адекватно. Вот. Ну, это о чем тут, о чем тут и говорит. Как минимум. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.